Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами о довольно важных вопросах. Например, как правильно и безопасно использовать внутриквартирное газовое оборудование. Потому что вы наверняка слышали, что участились сообщения не только в нашей стране, но и за рубежом о том, что то тут, то там от неправильного использования газа происходят самые невероятные чрезвычайные ситуации. Поэтому важен этот вопрос. И сегодня разобраться во многих аспектах этой проблемы мы пригласили, помочь нам в этом разобраться, мы пригласили Тимура Борисовича Гагуа, заведующего территориальным отделом номер 22 Государственной жилищной инспекции Московской области. Здравствуйте, Тимур Борисович. Здравствуйте, Николай. Ну, я так понимаю, что газ, она, с одной стороны, штука такая хорошая вещь, необходимая в быту. Трудно себе представить, чтобы в многоквартирном доме или даже в маленьком доме. А сейчас даже где-нибудь на даче, чтобы газа не было. Это как? Что это такое может произойти? Люди немножечко расслабляются, люди немножко привыкают. Иногда некоторые особые такие персоны могут забыть что-то и так далее. Короче говоря, газ – это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, это опасно всегда. Поэтому первый вопрос, самый, казалось бы, элементарный. Что, по-вашему, на сегодня нужно знать всем нам, простым и непростым гражданам, чтобы правильно использовать газовое оборудование, которое у кого-то оно не молодое, а у кого-то только-только сданное, и тоже есть ощущение, что там могут быть какие-то варианты. Ну, смотрите, на территории городского округа Люберца начну на такой небольшой экскурс. У нас 1529 многоквартирных домов, которые оборудованы газом. 1529. 1529, да, верно. И в каждом из этих домов есть два типа оборудования газового. Это внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. За внутридомовое газовое оборудование отвечает управляющая организация, внутриквартирное газовое оборудование отвечает собственник. Ввиду того, что основной причиной газовых происшествий является внутриквартирное газовое оборудование, я бы более подробно хотел остановиться на этом. В первую очередь, для безопасного использования такого оборудования необходимо наличие договора со специализированной организацией, с газовой службой, так называемой, в простонародье. Ну, то есть, давайте сразу начнем. То есть, человек, например, живет в квартире, с газом у него все нормально, или, например, там, про проверки сейчас поговорим, это тоже важно, потому что со времен еще Советского Союза всякие странные люди приходили. То есть, надо это оформить, и оно, по идее-то, этот договор должен быть уже давно, или его как-то обновить надо? Вы очень правильную вещь сказали, Николай, когда сказали, что человек живет с газом и думает, что у него все нормально. Он только думает, что у него все нормально. На самом деле, для этого есть спецорганизация, которая получает лицензию на то, чтобы обслуживать это оборудование. И договор, безусловно, должен быть у каждого человека. С какой организацией? Что необходимо для заключения такого договора? Кто может его заключить? С какой организацией? На нашем сайте Гожелинспекции Московской области есть реестр специализированных организаций. Они все проверенные? Да, они все проверенные, они все с лицензиями. Собственник, заходя на наш сайт, может выбрать подходящую себе организацию, в зависимости от того, в каком городском округе он проживает. Далее, здесь, что касается заключения договора, два пути есть. Когда собственник проявляет свое намерение и самостоятельно отправляет заявку в газовую организацию с информацией... То есть, он сам хочет, чтобы... Он проявляет инициативу, да, и самостоятельно говорит о том, что у меня есть газ, я хочу эксплуатировать его безопасно. Для этого ему необходимо приложить свои данные, паспорт, место проживания, правоостанавливающие документы. И, соответственно, специализированная организация в течение 10 рабочих дней должна рассмотреть данную заявку и принять решение. Если комплект документов неполный, она в течение 5 рабочих дней возвращает ему на доработку, скажем так, на дополнение недостающих документов, и после чего вновь рассматривает данную заявку. То есть, правильно я понимаю, что вот если я, например, живу, да, ну или там, например, человек купил квартиру, предположим, ну и так далее, но много всяких аспектов. Или там приехал к родственнику, прописался. То есть, есть резон посмотреть, какие у тебя есть документы, да, и попробовать пригласить эту компанию, чтобы, а, ну, проверить само оборудование, то есть не дожидаться проверяющего прихода, да, чтобы проверили оборудование, чтобы тебе сказали, насколько у тебя эта газовая вся система работает, соответствует. И плюс, чтобы у тебя все были документы, чтобы когда уже пришла какая-то проверяющая организация, вы сказали, вот у меня все есть, все проверили и так далее, верно? Ну, проверяющая организация, собственно говоря, она и есть, специализированная организация, а мы как орган контролирующий жилищного надзора, скажем так, да, мы как раз и блюдим за тем, чтобы у собственников жилых помещений был договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Здесь есть и второй путь, когда специализированная организация сама предлагает собственнику заключить договор. Вот это начинается сразу такое переживание. Ну, здесь на самом деле переживаний быть не должно. Но почему? Потому что законодательством у нас предусмотрено, что специализированная организация имеет право направлять оферту собственнику жилого помещения, и он путем оплаты совершает акцепт, то есть принятие оферты, и договор считается заключенным. Также они могут это делать с использованием третьих лиц, то есть через расчет наказового центра. Ну, много сейчас сложных слов, но такой вот на примере, я сам сталкивался с горячей и холодной водой, когда один счетчик ты проверяешь, например, там, в 2020 году, а второй счетчик у тебя там в 2022 году. Значит, время проходит, не каждый год они проверяются, проверяются. Ты начинаешь судорожно искать компанию. Вот у тебя есть, например, бумага от прошлого, с кем ты заключал договор, да, вот она действует до следующего. Ты начинаешь искать эту организацию, этой организации уже нет, и так далее. Например, такой же вариант тоже не исключен. То есть у некоторых пользователей начинается некий мандраж. Вот я почему именно обратил внимание, что те организации, которые у вас есть на сайте, то есть им можно доверять. Да, абсолютно. То есть они не обманут, они не снимут денег больше, они не поставят какое-то некачественное оборудование. То есть я вот в этом аспекте. Абсолютно верно. Николай, те организации, которые на нашем сайте, мы их всех проверяем, и туда просто так мошенники, скажем так. А если она испортится, эта организация, вы тогда ее выводите из этого списка? Или такого не было? Наша задача, чтобы она не испортилась, но мы проверяем также помимо граждан, проверяем и специализированную организацию, которая обслуживает газовое оборудование, и стараемся сделать так, чтобы они не портились, и остановились лучше. То есть правильно я понимаю, что если не приведи Господи, ну мы же все должны смотреть, случается какой-то инцидент, то, естественно, смотрится, с кем заключен договор. Во-первых, заключен ли договор. Во-вторых, какая организация, и почему это произошло. Кто это именно, гражданин, потому что он просто включил и забыл. Или просто там какой-то был изъян. Абсолютно верно. Хорошо. Возвращаемся к договору. Еще важен момент, что, опять же, в документах сегодня их много. Правда, их много. Зачастую они меняются, имею в виду вообще документы в нашей жизни. От справок заканчивая всякими удостоверениями. На какой срок заключается этот договор? И нужна ли потом пролонгация, если эта компания продолжает находиться у вас в реестре? Либо нужно его перезаключать, смотреть сроки. И, например, если срок за неделю, за месяц, за полгода надо новый договор заключать, либо можно его пролонгировать? Договор заключается, как правило, сроком на три года. На три года. Да, пролонгация также предусмотрена, если ни одна из сторон не извинила желание расторгнуть данный договор. Договор считается пролонгированным. Также в договоре определен перечень работ, которые специализированная организация должна выполнить. Она сама должна приходить к нам, или мы должны напомнить ей, что у нас по договору вы должны ко мне прийти проверить? Нет, это обязанность специализированной организации приходить к вам обязательно. Она учитывается перед вами, что они проверили? Конечно, не размещает всю эту информацию на определенных сайтах, которые мы тоже мониторим. И получается так, что она должна делать это не реже одного раза в год. И те виды работ, которые определены в договоре, она должна проводить не реже одного раза в год. Простой пример привожу. мы люди все время на работе находимся это не влюберцы сразу скажу и переживайте написано объявление справка на что завтра с 9 до 11 утра будет проводиться газовая значит проверка всем как у нас обычно пишут открытым т.д. ну а если человека нет одну проверку он не пройдет вторую проверку не пойдет третью проверку он законопослушным договор заключил вот как быть в этой ситуации но посмотрите что касается проверок до графиков первое специализированной организации обязаны на своем сайте размещать информацию о том когда они планируют идти в тот или иной дом далее они дублируют как вы уже сказали местах общего по я работаю это я договорю и также путем смс уведомления собственник когда видит что его уведомили что будет проверка здесь важно проявить инициативу если ты не можешь попасть в этот день то есть я считаю что все-таки собственник должен был быть в первую очередь в этом заинтересован позвонить управляющую компанию либо специализированную организацию сказать что я не могу в этот день и согласовать другой день вот что касается городского округа люберцы сегодня буквально разговаривал с представителем спецорганизации и задал ему такой вопрос то есть люди зачастую с понедельника по пятницу как я сам как вы на работе до выходные некоторые не ходят организации вот на территории городского округа люберцы реализована такая возможность в один из дней выходной специализированной организации ходит и осматривает помещение как раз вот те которые не могут не предоставить наверно платят сотруднику чуть больше чем в будни дни нет договорю работу дать или может быть платят да я не знаю потому что этого нам важен результат и так возвращаясь сроки работ начать на три года если все хорошо то ничего не надо заново переподписывать он как бы пролонгируется с обеих сторон хорошо еще один вопрос перед перерывом самый такой важный как часто проводится проверка и кто в этой проверке заинтересован мы забываем что вы сказали есть еще газовое хозяйство ну скажем так домовое которое командное скажем так а есть персонально вот это проверки одними людьми осуществляется либо это проверки остается разными на сегодняшний день значит на законодательном уровне вынесен вопрос о рассмотрении того чтобы один дом обслуживала спецорганизации единая то есть так и называется до программа один дом 1 с.о. с.о. это специализированная организация находится на рассмотрении депутатов государственной доме это будет удобно это будет удобно это будет здорово это будет в первую очередь безопасно на наш взгляд почему потому что как вы сказали что в одних руках хозяйство левая рука знала левая это делает совершенно верно часто бывает так что до основная причина это внутриквартирное газовое оборудование но и внутридомовое газовое оборудование иногда скажем так хулиганит вот чтобы этого не было в комплексе комплекс работы здорово когда проводит одна организация но вот перед тем как мы уйдем на перерыв на короткий вопрос я помню еще когда маленьким был заходишь ставим старую культуру хрущевку который никаких не было газовых там проблем и вот это такой стойкий запах такого но не газа но вот что-то вот что то есть тогда нас где-то уже сифонит да вот и ты не поймешь это сифонит или так оно и должно быть и так далее то есть лучше вызывать николай самое страшное вот из практики могу рассказать лично два раза у меня такое было мы приходим на адрес спецорганизации ну в рамках посмотреть как они раба на скажем так на же контролируем как они работа и выброшены проверяем сотрудник спецорганизации пользуются газоанализатором прибор который определяет как раз где фонит где не фоне абсолюта нет никакого запаха то есть вообще просто не пахнет вот не капли не по агаф ага свevo утечка есть газоанализатор показать что есть . и когда в минимальных количествах это происходит то есть 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 минимальных количества х ничего не происходит скажем так Но если есть, скажем так, какое-то нарушение, значит, оно имеет свойство расширяться, и впоследствии могут быть самые категорические. Ну, то есть взрыв может быть и просто для здоровья, для легких. Может быть взрыв, можно отравиться газом, что угодно может быть. Ну, вот на этой грустной ноте мы сейчас идем на вторую часть, которую мы должны обязательно завершить оптимистично. Напомню, что у нас в гостях заведующий территориальным отделом номер 22 Государственной жилищной инспекции Московской области Тимур Борисович Гагуа. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня мы говорим о правильном использовании газа в наших домах. И в студии заведующий территориальным отделом номер 22 Тимур Борисович Гагуа, заведующий территориальным отделом номер 2 Государственной жилищной инспекции Московской области. А раз государственный, значит, первый вопрос во второй части звучит так. Государство же прекрасно понимает, что газ, с одной стороны, хорошо, мы все время слышим, что нужно газифицировать, газифицировать. С другой стороны, это всегда опасность. Ну, то есть мы не можем снять ни с одной плиты газовой, ни с одного дома, ни с одного подъезда вот этот, ну, если можно сказать, гриф, что небезопасно. То есть мы всегда живем там, где есть газ, в небезопасном доме. Вот на сегодняшний день, понятно, что мы поговорим сейчас о проверках и поговорим о мошенниках, которые приходят, но тем не менее, насколько в процентах, если дома наши, если все хорошо, вот газоанализатор ничего не показывает, насколько безопасно жить в газовом доме, старые постройки, средние, новые, кстати. Ну, в новых постройках, к счастью, наверное, в нашем случае, к счастью, газа нету, там уже, получается, электроплиты у нас. Что касается безопасности в тех домах, где газ есть, это безопасно, когда это правильно. Если есть какое-то отклонение, то есть, ну, здесь все просто, как бы, мы едем с вами за рулем, если мы не превышаем определенную скорость, тогда мы только, да, вроде как правильно, все нормально. Но здесь и как на дороге, в газе тоже есть один момент, что какой-то нерадивый водитель, скажем так, в данном случае сосед, может нарушать правила, и я могу из-за него пострадать. Поэтому здесь... Но я же не проверю соседа. Соседа не проверю, но могу помочь проверить соседа, каким образом, когда специализированная организация приходит на проверки, как вы сказали, да, есть люди, которые не могут присутствовать, а есть люди, которых просто не найдешь. Да. То есть он там не проживает, возможно, он за границей. Соседи, как правило, все равно это те люди, которые так или иначе соприкасались и знают, как можно помочь попасть в эту квартиру. То есть вот задача жителей быть бдительными в этом вопросе, если они знают, как найти соседа, помочь спецорганизации. Ну вот тут мы не можем сейчас не коснуться такой важный блок нашей программы, это мошенничество. Почему-то так получилось, что со времен Советского Союза тянутся эти всякие истории, не будем уже называть, частично они мифологизированы, безусловно. Ну, вам ваш дом кто угодно может, в принципе, постучаться, да, и был у нас такой период 90-х годов, кто только не приходил, что только не предлагали, и не только связанное с газом. Но, тем не менее, сегодня мы понимаем, что такая проблема есть, люди по-разному реагируют, кто-то вообще никого не пускает, даже когда проверка приходит. Кто-то открывает всем, кому-то могут предложить что-то купить непонятно за какие деньги и так далее. Вот как узнать на сегодняшний день, что спрашивать у людей, которые представляются сотрудниками службы? Хороший вопрос, Николай, здесь ответ лежит, скажем так, на поверхности, как только ты открываешь дверь, ты видишь перед собой человека. Обрати внимание на его униформу, в чем он одет. Как униформы? То есть у специализированной организации, у них у всех есть униформы с лейбелом, где написано, какая-то специализированная организация. Второй момент. Но, кстати, ее же можно и украсть? Здесь у нас есть второй момент, это удостоверение, удостоверение, да, удостоверение тоже можно подделать. Можно подделать. Да, но на каждом удостоверении, которое есть сейчас, это требование, есть QR-код. А, его можно считать. Да, наводим камеру с мобильного телефона на данный QR-код, попадаем на сайт спецорганизации, где есть вся информация о данном сотруднике, даже его фотография. Этот сотрудник должен спокойно подождать, не торопиться. Конечно. Не говорить такие вещи, вы что, мне не верите? Конечно, нет, здесь должен быть вежливым, конечно, они должны быть вежливыми, должны быть терпимыми. А если не работает сегодня интернет, например, в доме, или что-то случилось, не читывается QR-код, как бывает иногда в магазине? Здесь я считаю, что все равно собственник должен, если даже не доверяет, не вопрос, лучше перестраховаться, можно взять телефон, позвонить в спецорганизацию, если не получается сейчас, нету света или еще что-то, сделать это завтра. То есть, ну, этот вопрос в долгий ящик, главное, нет. Ну, не предпринимать ничего до этого звонка. Нет, конечно. То есть, если есть какие-то сомнения, можно позвонить, можно позвонить в специализированную организацию и спросить, работает ли такой сотрудник, обходят ли они сегодня квартиры. А что должно быть еще, может быть, как-то оборудование нам может помочь? Или мошенник может прийти прямо с настоящим хорошим таким оборудованием? Мошенник может прийти с хорошим оборудованием, если он, скажем так, с сумочкой такой красивой, да, с сумочкой, да, красивой. Здесь, к сожалению, да, вот это на самом деле расстраивает, потому что есть такие вещи, скажем так, святые, да, вот эта вещь святая, когда здесь жизни подвергается опасности. Здесь мошенники, ну, достойные самого большого презрения. То есть, с такими вещами нельзя шутить. Мы рассматриваем сейчас мошенников, которые просто хотят квартиру ограбить, или есть еще мошенники, которые пытаются какой-то впихнуть якобы газовую историю? Там, плитку какую-нибудь, плиту или еще что-то, да? Очень правильный вопрос, и очень здорово, что вы на нем акцентировали внимание. Мы сталкиваемся часто с тем, что так называемые специализированные организации, которые являются мошенниками, да, не настоящие, они предлагают свои услуги действительно по работе с газовым оборудованием, например, с заменой водонагревателя. Да, то есть, такое тоже практикуется, только это все происходит с завышенной суммой, естественно. И не очень качественно, что самое страшное, не очень качественно. Потом, когда идет за ними спецорганизация, следом, хватаемся за голову, я вместе с ними хватаюсь за голову от увиденного. Это просто качество работы вызывает вопиющее возмущение. Что, предположим, вот плита, да, почти из своей жизни пример. Одна колоночка перестала, не колоночка, а ручка, уже не можешь ее открутить. Ну, две еще работают, потом две работают, да. И ты понимаешь, что, собственно говоря, плита-то еще работает, и даже ее там проверяли, но советуют, вам уже надо поменять. Что нужно еще сделать, чтобы не пострадать? Может, выключать. Тоже такой интересный был момент, вот вопрос. Пришел один представитель службы, говорит, вы лучше выключайте вот этот общий большой кран. А другой, через два или сколько там года пришел, говорит, что вы как все время кран-то не дергаете, а то выключаетесь только, когда уезжаете, а то сотрется там что-нибудь и так далее. То есть вот такие маленькие лайфхаки, чтобы вы посоветовали, чтобы ничего не произошло. Ну, вот из того, что вы сказали, я заметил два нюанса. Первое, это то, что не работала одна, потом перестала работать вторая, и то, что приходил один, потом пришел через два года другой. Когда не заработала первая, уже надо было, соответственно, принимать какие-то меры, приглашать аккредитную спецорганизацию, которая вам, а, либо устранила бы нарушение, б, либо четко рекомендовала, как действовать. Да, то есть по своему договору, кто у вас обслуживает дом, кому вы оплачиваете за это ежемесячно, вы должны были к ним прислушаться. И два года все-таки не ждать, не ждать, пока сломается вторая. Здесь надо было уже изначально действовать. И те рекомендации, которые даст ваша спецорганизация, их неукоснительно соблюдать. Да, ну вот, а по поводу крана. Один рекомендует то, другой то. А как у вас два оказалось, человека разных, из разных фирмы? Ну, нет, а фирма может быть одна, но они через какое-то время приходили. Нет, фирма-то одна приходила. Но вот один говорит так, логично, что лучше выключать все время, на всякий случай. А другой говорит, что не надо часто выключать, потому что сотрется, ну... Конечно, то есть получается так, что если постоянно здесь надо устранить причину, не пить таблетку от головной боли, а понять, почему голова болит. Чтобы все горелки, то есть новую плиту поставить, тогда не надо будет выключать... Может быть, ее починить можно, конечно. Понятно, хорошо. Идем дальше. Значит, помимо всего прочего, предположим, среднестатистический дом, плита не старая и уже не молодая, но такая, нормальная, рабочая. И вот вдруг маленький запах появляется. Вообще, что делать, какие признаки того, что надо что-то делать. И когда надо вызывать, например, срочно, ну, срочную помощь, а когда можно просто обратиться в компанию, ну, в общем таком режиме? Ну, если есть запах газа, да, запах газа, даже если показалось, там, я все-таки считаю, что лучше перестраховаться, вызвать газовую службу, это аварийная служба 104, либо 112. Так. Да, можно обратиться в единый номер 112, и, собственно говоря, газовая служба сама определить, насколько это критично. Я рекомендую все-таки не поддаваться соблазну самому определять, насколько это критично, потому что этот момент очень тонкий. Да, окно открыл, кажется, что вышло. Вроде не пахнет нормально, здесь все-таки лучше вызвать газовую службу. Если она порекомендует что-то сделать, то, соответственно... То есть она ругаться не будет? Да, ругаться не будет, не надо никого бояться, здесь не надо опасаться ни нас, как контролирующие органы, ни газовой службы, мы наоборот только за то, чтобы оказать содействие жителям. Что делать, если вдруг появляется запах не у тебя в квартире, а где-то там на первом этаже, или ты где-то прошел мимо соседа какого-то, позвонить можно, конечно, никто не отвечает. Опять вызывать? Конечно. Они что, будут дверь ломать, если прям запах идет? Безусловно, они отключат подачу газоснабжения от дома, аварийная служба отключает газоснабжение от дома, и до тех пор, пока не выяснят, где эта проблема, собственно говоря, я думаю, что лучше пару дней без газа, нежели... Ну, да, лучше, чем пару дней вообще не будет. И, кстати, по поводу нарушений правил, предположим, человек не заключил договор, я не знаю, там, ну, трудно себе представить, что он специально колонку оставил, потому что плохо точно закончится. Ну, в общем, есть некие нарушения правил, которые установлены между государством, собственником и, например, эксплуатирующей организацией. Как наказать могут человека, если он проверки не проходит и так далее? Ну, здесь несколько видов ответственности для собственника. Начнем от самой малой, подчеркиваю, самой малой. Это у нас административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей, если у собственника не заключен договор, либо он не обеспечивает доступ специализированной организации. Это очень важный момент, что житель не только заключает договор, но еще и должен раз в год пускать эту спецорганизацию, когда он убедился, что это она, к себе в квартиру для обслуживания своего оборудования. Помимо административной ответственности, следом идет, если от твоих действий и бездействий пострадал другой гражданин, либо что-то имущество, уголовная ответственность. И третья, такая, наверное, самая тяжелая, это когда от твоих действий страдают твои родные, либо твои близкие, от того, что ты не пустил домой кого-то, и происходит какое-то чрезвычайное происшествие, себе потом никогда этого не простишь. Ну и в завершение нашей программы всегда хочется узнать, может, какие-то еще, как говорят сейчас, лайфхаки, дополнительные рекомендации, которые вроде как все понятно, надо правильно использовать, нужно заключить договор, выбрать организацию, жить спокойно. Но тем не менее, может, что-то еще добавите? Да, конечно, есть что добавить. Тоже немаловажный момент для надлежащей эксплуатации газового оборудования. Это также важно состояние вентиляционных и дымовых каналов в квартире. Чтобы, соответственно, угарный газ было куда ему выходить из жилого помещения, скажем так. Вентоканалы у нас, кстати говоря, обслуживаются три раза в год. Это перед началом отопительного сезона, перед тем, как дали отопление, в середине отопительного сезона, как правило, зимой, и по завершению отопительного сезона. Собственно говоря, также рекомендую допускать сотрудников, либо управляющей организации в этом случае, поскольку они ответственны за вентоканалы и дымоходы, либо сотрудников спецорганизации, если у них есть договор. Далее, что касается рекомендаций, это устанавливать газоанализаторы. Сейчас есть такое, с отключающим, да, возможность есть, которые автоматически отключают подачу газа в случае утечки при обнаружении. И проблем с этим не будет. Это чаще для частного дома? Нет, почему? Это не только для частного дома и в квартирах. Сейчас очень много устанавливают. Я знаю, что в Люберцах, в муниципальном фонде, очень много устанавливают, если есть какое-то муниципальное помещение, людям устанавливают, чтобы избежать катастроф. И один очень важный момент, который хотел бы отметить, это для квартиры съемщиков. Здесь такой важный психологический момент. Наступает размытая ответственность. Человек, который снимает квартиру, он думает, что... Он и отвечает, да, поэтому призываю всех граждан, которые... Прийти к консенсусу. Да, прийти к консенсусу. Первое, второе, найти все свои акты технического обслуживания, газового оборудования, найти договоры. Если все есть, то жить спокойно. Если нет, то срочно принять меры к заключению таких договоров. Понятно. Ну и последнее, вы сказали, в новых квартирах нет уже. То есть, правильно понимаю, что мы идем в будущее, хотя мы газовая страна, и у нас будут дома без газа? Да, на самом деле это так. Новые дома, квартиры... Что же ваша служба будет делать тогда? Ну, мы помимо этого занимаемся и другими делами, конечно. Хорошо, спасибо огромное. Тимур Борисович Гагуа, заведующий территориальным отделом номер 22 Государственной жилищной инспекции Московской области, был гостем нашей сегодняшней программы. Задумайтесь над этим, потому что тут никаких игр не должно быть. Это безопасность ваших детей, ваших родных, когда вас нет дома. Безопасность ваших соседей. И еще раз вспомните, и если даже хотите, посмотрите некоторые результаты неправильной работы с газовым оборудованием. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова